Ас-саляму алейкум и ва рахматуллах и ва баракату. С вами Умалик, и сегодня мы продолжаем с вами изучение арабского языка. Сегодня очередной урок. Мы возьмем несколько уроков по книжке, потому что некоторые из них очень короткие. Первое — «Аль-Мауду'у-л-Ха-Ди-Ашар», то есть одиннадцатая тема — «Харфу-Зейд». «Ури-иду-Зейден» — слово «Зейд» — это масло. «Ури-иду» — «Я хочу», «Зейден» — масло. То есть я хочу масло. «Зейд», чтобы было более понятно, это масло именно для жарки, допустим, да, то есть подсолнечное, например, масло, да, или как оливковое, ну, имеется в виду с добавлением, что это оливковое, а не сливочное, например. Следующее. Слово «Аль-Хубз» — это хлеб. «Уфаддлю», то есть я предпочитаю, да, здесь у нас идет спряжение глагола «фаддля» в настоящем времени. «Уфаддлю» — я предпочитаю «Аль-Хубзе», да, то есть хлеб. «Маа» — слово «Маа» означает «вместе» или «С», «Аль-Хубзар» — «овощи». То есть я предпочитаю хлеб с овощами, ну, как еду. Далее у вас идут два аята, да, просто потому что тема урока «Харфуззэй», и, соответственно, здесь встречается «Харфуззэй», поэтому вы можете их прочитать, да, и, как бы, обратить внимание на то, как произносится «Харфуззэй» «Ида зулзилатил аруду зилзалага» — это первое. И второе «Ваттини ваззайтун ватури синин». Здесь у нас «аззайтун», «зайтун» — это как раз вот оливка или оливки. Здесь мы видим слова с «Харфуззэй». Далее идут слова, которые просто можно прочитать и прописать. Опять же, в составе каждого из этих слов есть буква «Зэй». Я вам прочитаю, обращу внимание на те слова, которые, возможно, вам пригодятся, как, ну, узнать их значение. «Манзиль» — это дом. «Зэмен» — это время. «Зафаро», «Бэриз», «Назиф», «Зафир», «Зильзаль» — это как землетрясение. «Зилаль», «Замзам» — источник, да, «замзам» — это время. «Зульзилет», «Зульзилет», «Содрогаться», как раз здесь глагол, который используется в аяте. «Фэзэ мурад», «Фэзэ» — то есть победить. «Фэзэ мурад», «Победил мурад». «Назэля мунир», «Назэля» — спускаться, то есть мунир спустился. «Бэрозэ сээмир», «Назэфэ», «Бэдр», «Зурту мензиле низэр». «Зурту», то есть глагола «Зара», «Я посетил дом низэра». Эти слова прописывайте, темы, которые я вам обратила внимание, их можете выписать и заучить, и мы пойдем с вами дальше. Следующая часть — это следующий урок, «Альмаудуо зэняша», то есть тема двенадцатая. И здесь у нас «Харфджим», «Харфджим», то есть слова, которые будут встречаться, будут иметь в своем составе эту букву. «Аль калима туджадиде» «Аль хаджу». Хадж, ну, паломничество, да, все знают хаджу. Следующее слово — слово «джадид». «Джадид» — «джим» в начале у нас идет, слово уже встречалось, «джадид» — это новый. «Ибрахиму алибун джадид». «Ибрахим» — новый студент. «Ибрахим алибун джадид». То есть мы видим «джадид» здесь как форма мужского рода. Следующее — «худжира». «Худжира» — это уже было, «худжиратун» — комната. «Аскуну фи худжиратин васяатин». Слово «вася» у нас было как просторный, широкий. Здесь мы видим в женском роде полное сочетание с словом «худжира», потому что это сифа, согласуемое определение, которое должно согласоваться в роде, в числе, в состоянии падежа. Что здесь мы видим? «Родин» у нас женский, единственное число, падеж «джар» и состояние неопределенное. «Аскуну фи худжиратин васяатин» — «я проживаю в просторной комнате». Следующее слово «аль-хаджи», то есть паломничество и хадж. «Сафар Мухаммедун лиль-хаджю». «Мухаммед» поехал на хадж, для хаджа, то есть он отправился в хадж. Здесь мы видим глагол «сафара», то есть поехать, отправиться в путешествие. «Уфаддилю даджаджа маарруззи» — «я предпочитаю курицу» — «я предпочитаю курицу маарруззи с рисом». Слово здесь было «аль-даджаджи», то есть курица, курятина, то есть я предпочитаю курицу с рисом. Далее у вас есть часть или два, вернее, две части из Корана, которые вы прочитываете просто и прописываете. Прописываете, смотрите написание харфаджи и некоторые слова тоже здесь читаете, прописываете. Я вам их проговорю и обращу внимание на те, которые вам желательно выучить. «Джярос» — это звонок, колокольчик. «Дисер» — это мост. «Месджид» — мечеть, да, знаем. «Маджлиз» — то есть какой-то, ну, как «маджлиз» говорят тоже, или какое-то собрание. «Дурдж» — уже было у нас, это как шуфляда или выдвижная полка. «Зудядж» — бутылочка. «Джямус» — «Радим» — «Суджуд» — это земной поклон, да. «Раджуль» — это мужчина. «Джяля» — «Наджиб», «Джяда» — «Джарир», «Джяро» — «Джамаль», «Сэфера» — «Джару» — «Джалаль», «Бэроза» — «Джамалю» — «Джарир», «Мэта» — «Джамусу» — «Джабир». В принципе, те слова, на которые нужно обратить внимание, я вам сказала их перевод, остальное уже как бы не так важно. Здесь идет «Му-кабеля саутия» — «Му-кабеля саутия» — «Бэй-на-джинь» — «Му-ау-изя» — «Джамалю» — «Джамалю» — «Джамалю» — «Джарир». То есть есть просто слова, я их не буду вам прочитывать, вы самостоятельно просто читаете, здесь посмотрите эти слова и проговаривайте, изучайте, еще раз эти буквы повторяйте. Во втором предложении или во втором упражнении вы обводите или показываете, где находится отлично от других слов. Как мы видим, зяара, джяара, зяара. То есть джяара тут написали. Буква в слове номер и номер 2. Здесь второе. Ну и так все остальные слова. Здесь достаточно много. Потом у нас следующее упражнение, третье. Нужно показать букву зя, уау и джим. То есть вы их показываете, какая буква. Например, есть, вот как здесь зяара, есть буква зя, джяара, есть буква джим. И так далее. Прописывайте эти все слова и указывайте, какая буква у них есть. И последнее здесь. Икра-октуб. То есть прочитай и пропиши. Даджадж было слово это. Даджадж было слово, это джарас, зяара, посещать, фэза, зада, джада, дурдж, бурдж, манезелю, маджелису, джамиль, замиль. Некоторые слова, которые я уже вам говорила, их перевод. Замильник от товарища можно дополнить. По-моему, это слово небо. Итак, у нас завершился 11-12 урок по книжке. Я надеюсь, вам понятно. Здесь уже мы видим, если усвоены предыдущие материалы по книге, то встается все легче и легче. И, иншалла, уже этот учебник проходится намного быстрее и проще. Если у вас есть вопросы, вы задавайте, не забывайте подписываться, ставить лайк, делиться со своими друзьями, близкими, родными и распространять благие знания. С вами была Умалик. Баракаллаху фейкум. Ассаляму алейкум. Рахмату Аллахи. Ассаляму алейкум. Рахмату Аллахи.